А сейчас мы переходим к вами вот сюда. Итак, этот юноша, когда-то он был еще юношей, сегодня он матерый садовод. Его уровень сейчас, тем более диплом Агронова имеет, лучший сад имеет, лучший питомник в России имеет. Его место, один из руководителей, то ли Тимирязвики, то ли Мичуринский селекционный институт. Или этого же уровня. Сейчас, потому что не вот этот юноша, пока еще это, он мне помогал еще будущим школьникам. А теперь смотрите сюда. Отряхиваем вот эти яблони. Мы постепенно, я ничего не узабуду, получаем вот такой корень. Отряхнули. А почему я демонстрировал корень? Выкопал, а корней так мало, взял, осыпался. Дал ветку, это уже прививка, дал, все развивалось. Стоило выкопать. Ой, помните, от чего массовая гибель? Вот. Корень имеет такую форму. А это корневой отводок от мамы. Смотрим дальше. Я ничего не забуду. Начал с яблони. Итак. Если его сейчас стряхнуть, вот эту землю, нет, уже не будет вот этого. Водом спустя я сейчас покажу. Вот. То есть уже довольно полноценный. Еще раз. Корневой отводок. Но корневого отводка чего нет? Правильно. У него нет штамба. Раз. И второе. У него нет корневой шейки. Два. Тогда он должен погибнуть. Смотрите. Я таких выкопал сотни, сотни, сотни. У меня даже уровень снизился вот здесь вот. Вот. В этом саду. Это не случайно. Смотрим дальше. Годом спустя, вместо того жалкого корня, что мы имеем? Вот теперь это настоящий полноценный саженец. Но мы все должны говорить о чем? Почему он не погибает? Слива. Смотрите. Видите? Какая это слива? Вот. Студентам надо это тыкать. Ну-ка, говори какая. С косточки. Сеянец. Правильно? Правильно. Вот. А это почему такая? Правильно. Это корневой отводок. А годом спустя корневой отводок усиливаю. Вот такое. Учите. Я возвращаюсь теме гниения. Я должен показать все во всей красе. У меня лучшая коллекция учебных фотографий в стране и в мире. Помните, 19 век до сих пор вот статью, как напишут, оттуда берут рисунок. Причем абсолютно неправильно. Вот, смотрите. Вишни видели? Вы где-нибудь видели такой рисунок? Вы видели, какой корень у вишни? Да знаете, рисунок мне уже должны премию дать или это. Этот рисунок у меня выпросить, поставить бутылку коньяков в Теверезовской академии и сказать, мы можем использовать эту фотографию в наших лекциях, чтобы наконец-то у них настоящий материал-то был. Вот он. А вы попробуйте выкопать его. А я выкопал. Знаете, почему? Не, не для статьи. Мне интересно было, что он из себя представляет. Ну, дурак я, понимаете. В какой дурак стал бы метр копать? А теперь смотрите. Вишня и семечка. Вишня. Корневой отводок. Видели? Видели. Это две большие разницы. Заметьте. Нигде я не метил, где корневая шейка. Вот. Посажу. А она живет и не дохнет. Но сейчас секрет откроют. Я беру крайний случай вишни. Почему? Потому что тут уж совсем корней нет. Тогда, ребята, вначале немножко учебы. Немножко. А потом выводить. Вот эта вишня. Знаете, какая она сейчас? Вот такая вот. Вот такая. Сколько на ней качества вишни? А эта привитая. А эта ниже как у этого самого. От подвоя пошла. Вот она. Что я должен делать? Иван Александрович, если вы на месте. Помните? Мы ходили. Я потом ниже покажу эту фотографию. Мы ходили и перерубали пуповины. Пока это одно целое. Корней бывает с Гулькиным. Поняли, да? Чуть не называл второе слово. Вот. Но в середине лета обрубил. Лучше бы раньше бы даже. Ну, кто когда успевает? Ну, я в середине лета. Лучше позже, чем никогда. Теперь она обрастет своими же корнями. И тогда получается вот такая же картина. Я на всякий случай повторюсь. Я же не просто учу. Вот это стало. А вот это было. Вот. То есть, из корневого отводка. А это нога дерева. Это часть дерева. Надо сделать самостоятельный саженец. Вот такой. Слива. Вот. Вишня. И, наконец. Сейчас дойдем до плохого. Наконец, вот так. Теперь. Чему я выводы предложил? Почему у нее был написан корневые отводки вишен вот такие. Пересадил. Не, не, это не йод. А вишня, которая покупная. Извините, две причины. Если вишня непривитая. Это одно. Но в продаже человек написал покупная. Распокупная, значит, привитая. Так. Откуда дровишки? Правильно. Только с юга. Это мой Сергей с север на юг посылает. Но это случай исключительнейший. И, наконец. Все. Пока эти самые. Все вот это поголовье. Я делю на две группы. Не по видам. Не по сортам. А только по отношению к влаге. Итак. Яблони и груши. Антиподы. Яблони посадил. Правильно тот самый этот. Еще и корнями обрастет. Правда, болеть будет, когда заглубишь. Но болезнь преодолеет. Еще и корнями грибчатами обрастет. Вот. Терпит эту же влагу. И вишни. И сливы. А это значит, когда вот это выкопаешь, впереди у нее довольно долгий век. Понимаете? Вот. А абрикос и грушу, черт аж два, от лодков не дают. А почему не дают? Не терпят влагу. Вот и все. И тогда получается, что? Казалось бы, что общего между грушей и абрикосом? Вот они-то как раз. А помните выше письмо? Под снег закопать. Станцию в форму. Человек совершенно не предневладеет материалом. Но он спросил вопрос. Он правильно сделал. Вот. Но почему? Нигде, никогда. Я потом дойду. Может, я уже еще один опять не дойду. Там, где через запятую яблони, абрикосы, посадка в глубокую яму с бортиками. Доктор наук. И он этого не знает. И вся литература этого не знает. Я уже не говорю о этих самых «экспертов», которых стало миллион. Стало их больше, чем садоводов, специалистов. И они не знают. И пишут там это. Если фотография, как резать плодовое дерево, им плевать, что это яблоня, груша, абрикос, слива. По-разному относятся. Болеют по-разному. Вишневые сады выжили. Абрикосовые сады не могут даже народиться. Целые районы без них. Вот. И так далее. Смотрим дальше. Вот это отношение к корням. Есть примерно. Это рекламная. Как вам? Нравятся эти фотографии? Вам нравятся эти корни? Вот. А это, пожалуйста, считается, что это всё в порядке. Вот такой корень саженец, как минимум, три года. Можешь выкормить? Ладно. Вот этот саженец приехал из Крыма. Я почему его вспомнил. Там речь ещё о том, что он выписал на 200 тысяч. Из Крыма. 200 тысяч. А что ему прислали, видели эту фитюку эту дерьмовенькую? Вот. Дальше. Сергей выписал. Ну, а персики сразу погибали. То есть их посадили, а они даже нет. Ни чихтоли сразу мертвой. А яблони держались до осени. Вот, пожалуйста. Это те корневые. Это не так. Это те самые карликовые подвои. Вот. Это те самые клоновые подвои. Идём дальше. Вот кусочки, два кусочка моего сада. Смотрим сюда. Когда дерево погибает, это вишня. Начинается бурнейший рост. Вы видите, здесь всё скошено. Если бы я не косил, здесь было бы их несколько сотен только за один год. Богатство неимоверное. Но мне столько не надо. И у Сергея их тоже никто никогда не покупал. Потому что, ну чё ты, вишня, вишня. Сава говорит, чё это такое? Она чуть-чуть облагорожена. Тут когда-то я тренировался, привал черешни. Чуть-чуть послащик косточки. Вот. Ладно. Наступила осень. Вот. А теперь Леонид Александрович, вот, которая является и моей ученицей, и аспирантом второго года, Красноярского университета. Ну, вспоминая, дочка, ходили мы тут и больше было, вспоминая. И перерубали те самые пуповины. Досталось не нам. Вот Сергей десяток выкопал. Вот, смотрите. Вот эти вот выкопал и продал. Наконец-то, кому-то они понадобились. Но, к тому времени, мы рубили, когда мы, в середине лета, мы рубили, пуповины, да? Вспоминали? Я-то помню. Вот. И царльницы стали полноценными. А то бывало до этого, если не перерубить заранее, подчеркнув заранее, раз, а там корней нет. Просто нет корней. И тогда я пишу. Это должно быть постулатом. Но меня уже считают, что я совсем обнаглел. Шутка ли, новый закон устанавливает. Я постеснялся добавить слово постулат железа. Я просто написал скромно. Яблони, виши, вишни, слева, выходцы из сырых регионов. И предназначены для сырых регионов. А теперь возвращаемся к Мичурину. Как растение не может прижиться и расти на чужой земле, так и человек погибнет без своей родины. Возьмем первую половину вот этого выражения. Афоризма. Растение не может прижиться на чужой земле. Вот. То есть, давайте в сухих регионах будем, значит, там то, а в сырых будем это. Вот. Заниматься так. Ага, вот это место.